Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры! С праздниками, святочными праздниками, святыми днями! В прямом эфире у православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтессы Нина Карташова наши телефоны 959-5939, код Москвы 495. Я повторю, 959-5939, код Москвы 495. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522, только в начале сообщения. Не забудьте поставить слово «Вера» и уже через пробел сам текст вашего сообщения. Милости прошу, звоните, пишите. Сегодня с нами ваш любимый батюшка, но прежде я хочу вам всем передать поздравления от Преосвященного Федора, епископа Угличского и Переславльского. Он прислал нам чудное стихотворение его императорской высочества, великого князя Константина Константиновича Романова, «Рождество Христово», и я вам его прочту с благословения владыки. Итак, Константин Романов. Благословен тот день и час, когда Господь наш воплотился, когда на землю Он явился, чтоб возвести на небо нас. Благословен тот день, когда отверзлись вновь врата Эдема, над тихой весью Вифлеема взошла чудесная звезда. Когда над храменной убогой в полночной звездной полумгле воспели слава Вышних Богу, провозвестили мир в земле. И людям всем благоволенье. Благословен тот день и час, когда в Христовом воплощении звезда спасения зажглась. Христианин с бесплотных ликом, Мы в словословии великом сольем и наши голоса. Та песнь проникнет в небеса. Здесь воспеваемая долу, Песнь тихой радости души Предстанет Божию престолу. Но ощущаешься, ты скажи, Ты эту радость о спасенье. Вступил я с Господом в общенье. Скажи, возлюбленный мой брат, Ты нынче так же счастлив, рад, Как рад бывают заключенные, Своей свободе возвращенные. Ты так же счастлив, как больной, Томимый страхом и тоской, Бывает счастлив в то мгновенье, Когда получит исцеление. Мы были в ранах от грехов, Уврачевал их нам Спаситель. Мы в рабстве были от оков, Освободил нас Искупитель. Под тучей гнева были мы, Под тяготением проклятия, Христос рассеял ужас тьмы. Нам, воссиявшей благодатью, Приближе к сердцу своему, Ты эти истины святые. И, может быть, еще впервые Воскликнешь Богу своему, Ты в чувстве радости спасенья, Воздашь Ему благодаренье, Благословишь тот день и час, Когда родился Он для нас. Это стихи великого князя Константина Константиновича Романова, И я их прочла вам, дорогие радонежцы, По благословению владыки Федора, Епископа Угличского и Переславского. Ну, а теперь короткие объявления О некоторых праздничных концертах И будем говорить дорогим батюшкой. Возьмите, пожалуйста, блокнот и карандаш И пишите или запоминайте. 13 января под русский Новый год В 19 часов в Зеленограде В поселке Андреевка, Где находится Спасская церковь, Которая никогда не закрывалась. Так вот, в Андреевке, в Доме культуры Будет святочный рождественский новогодний вечер. Выступят местные и московские артисты, Будет петь Наталья Бакланова И другие вокалисты. Это, повторю, 13 января Под старый русский Новый год В 19 часов дом культуры Андреевки Город Зеленоград Вход свободный Проезд до станции Крюково И далее автобусы до Андреевки Там их много Я даже затрудняюсь сказать, какие Знаю, что 357, 354 и так далее Можно пешком, кстати, пройти Это недалеко А 25 января в Татьянин день В городе Жуковском В Доме ученых ЦАГи В 19 часов очередной вечер Русской духовности и культуры Чистый образ Эти вечера проходят по благословению Благочинного, замечательного Батюшки отца Николая Струкова Тема Золотое кольцо Золотые сердца России Кострома, Колыбель, Дома Романовых Выступит певица Галина Митрофанова Сопрано Прозвучат стихи Повторю, это 25 января 19 часов Дом ученых ЦАГи, город Жуковский Проезд от метро Выхина Автобусы, маршрутки, электрички Точный адрес Жуковский, улица Гагарина Дом 7А Это, повторю 25-го Татьянин день В 19 часов И 26 января 18.30 В Москве В Международном Славянском Культурном Центре Черниговский переулок 9-13 Метро Новокузнецкая И Третьяковская Вечер, посвященный Святой Равноапостольной Нине Имя Нины Имя Нины В концерте принимают участие Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов Наталья Колычева Фортепиано Евгений Прокошин Замечательный виолончелист И другие артисты Милости прошу Ну вот, а теперь Мы уже к теме нашего вечера Дорогие друзья У нас сегодня Игумен Феофан Замесов Военный священник Легендарной Софринской бригады И сам батюшка был Много раз в горячих точках 11 раз, по-моему Вы его любите и знаете И поэтому я, дорогого батюшку, прошу Всех нас благословить Кто в студии и кто слушает Добрый вечер, дорогие братья и сестры В эти рождественские светлые дни Поздравляю вас С благой и великой радостью Для каждого из нас С пришествием Бога в мир Ну и, конечно, призываю на всех вас Божие благословения Спасибо, Господи Спасибо, Господи И, дорогой батюшка, вы всегда приезжаете со своими чадами Сегодня два военнослужащих с вами Это Никита Алексеевич Рычков Ефрейтор Он, кстати, приезжал к нам рядовым Теперь уже Ефрейтор Ефрейтор ордена Жукова Софринской бригады Войск Национальной гвардии России Никита, здравствуйте Здравствуйте И с вами еще один, он у нас уже тоже не первый раз Рядовой Леонид Коншин Это соединение противоракетной обороны Воздушно-космических сил России Леонид, добрый вечер Добрый вечер Ну вот, батюшка, как хорошо, что вы с чадами приехали А можно я сразу с них начну? Конечно Мне вот хочется У нас Леонид был не так давно А Никита уже давненько Он уже приехал к нам таким начальником Он уже Ефрейтор Никита, вот я знаю, что вы Были православным активистом Да, армии Вы спортсмен А вот в части вам какая-то православная работа нашлась? Да, конечно, нашлась православная работа Помогаю батюшке, вот, чему, собственно говоря, очень сильно рад Помогаю солдат проводить на службы Помогаю в организации каких-то праздников Внутри части воинской нашей На выездах помогаю В другие части батюшка ездим Проводим молебны Поздравляем солдат Проводим очень такую важную, мне кажется, роль, которая нужна А православных-то много, ребят? Достаточно Очень много Приходят, скажем, призовом, приходят все больше и больше ребят Вот, значит, возрождение России идет, правда, батюшка? Да, я очень рад Потому что я помню, когда я приезжала к вам давным-давно Им говорили, что Христос воскрес, там не все отвечали воистину А сейчас прямо отвечают хором таким Сейчас призов от призова Очень много воцерковленных, все больше и больше И меня это утешает С одной стороны, мы видим, как бы идет огромная пропаганда Развращения населения Растлением молодежи И казалось бы, она должна приносить свои страшные плоды В какой-то степени она приносит Но все-таки Та духовная работа, которую проводят православные общины, храмы, монастыри В разных епархиях нашего Отечества Она, в свою очередь, не только не проходит бесследно Но дает огромные и важные плоды И ребят верующих, по-настоящему церковных, у церковленных Раз от раза становится больше Вот я каждое мероприятие, куда ни приеду После мероприятия какая-то часть солдат подходит, берет благословение Они уже понимают, знают, и меня это очень утешает Очень радует И на причастие, на исповедь, вот куда мы не зайдем, в какую роту 70-80% сразу выражают желание идти Причаститься? Да, исповедь, потому что таких вот Как бы большинство с огромной охотой идет То есть каких-то противодействий Какого-то негатива, нигилизма Как-то я не ощущаю А офицеры старшие? Ну и среди офицеров Сейчас вот мы встали в воинских частях Со Сан-Георгием Обычно по пятницам у нас бывает подведение итогов И так как офицеров отдельно собирать Для каких-то духовных мероприятий Не очень удобно Так как у них свое свободное время Семья как бы И это создает такое определенное неудобство То мы обычно стараемся Чтобы наши беседы с офицерским составом Они вливались в общий распорядок воинской части И удобно их приурочивать К сборам военным И удобно приурочивать к офицерским собраниям На подведение итогов И вот мы краткие такие выступления делаем Небольшие Духовного содержания И смотришь охотно Слушают Охотно берут книги Иконы Евангелия Духовные книги И много все больше и больше Стало приходить Споведоваться Прича Сомалийца Детей приводят В воскресную школу Какое-то движение идет Все-таки Это утешает И я думаю Что это не только у нас Но и масштаба всей России Вот где я бываю на сборах Военных священников Там бачки с разных мест Выступают с докладами И я так понял Что все-таки Есть определенное положительное движение И это утешает У нашей Родины Есть еще великое будущее Ну бачка И я же вас много лет знаю Все-таки И вы тоже Очень много Прикладываете сил К тому Чтобы вот К вам привязываться Даже вот замполит Которого перевели В другую часть Он мне звонит Уже из другого города И говорит Скучает Именно вот По вашим проповедям Ну как-то Бог нас тогда свел Ну сейчас хороший замполит у вас Хороший тоже Хороший Слава Богу Да у вас все хорошие Вы всех любите Вот когда вы у нас Бываете на эфире Смотрите Вот уже звонок И вот уже сколько вопросов Давайте сначала Примем звонок Да Алло Добрый вечер Добрый вечер Батюшка Благословите Хотела задать Такой вопрос Необычный Вот у меня соседка У нее сын Ну как бы так Культурно выразиться Не очень вменяемый Скажем так Он постоянно находится дома И она с ним И она хотела бы его причастить И исповедовать Как бы ей это лучше сделать Как ей поступить В таком случае Спасибо Господу Ну Бог благословит вас Вот Обычно Если я не ошибаюсь Такие вот Общепринятые нормы Когда человек Не в разуме Не вменяемый То специальные исповеди Не требуются Если он уже в сознательном возрасте Священник Вполне может Прочесть Над ним разрешительную молитву Может сказать Общие слова Что это Чтобы он принес Богу покаяние Уж как он на это Отреагирует Бывает Что это подсознательно Доходит до человека Он внешне может Не подать виду Что он что-то понял А на самом деле Слова наши Не проходят бесследно Вот Призвать покаяние Прочесть над ним молитву Ну и причастить его Не требуя Осознанной исповеди В конкретных грехах Если человек Не отдает себе отчет О своих делах Своих действиях Поступков Если он не может Общаться Как нормальный Здравый человек От таких не требуется Исповедь Если есть возможность Привезти его в храм То так было бы хорошо Конечно Если он не может И ведет себя неадекватно В храме ему Вряд ли Сможет допустим На службе побыть И нормально причаститься То как больному Можно батюшку призывать На дом И священник В домашних условиях Прочастит его Запасными дарами Ну конечно Следует надо сказать Что желательно Не ограничиваться Единым Единожды причащением Но и стараться В дальнейшем Чтобы была Некая регулярность Постоянство При общении Святых Христовых Таин И я Не раз был свидетелем Когда Дети Взрослые Умственно больные Регулярно Прочащаясь Они входили В умиротворенное состояние Становились Более адекватные В одном месте Я даже был свидетелем Как один ребенок У которого был диагноз Умственно Осталось Какое-то заболевание Весьма Проблемное В том плане Что оно не лечится После того Как регулярно Стали его причащать Он выправился И вернулся К нормальной жизни Никто даже не знает Не догадывается Что когда-то Он этим болел Поэтому причащать Надо Причащать регулярно А уже Требования от больного Тем более умственно больного Нет таких Как здоровому человеку Паститься Там уже не требуется Конечно Там все в меру сил Вот так вот Дай Бог Чтобы это было на пользу Чтобы через святые тайны Господь укрепил душевно Телесного этого человека Страждущего Батюшка Мы сейчас еще Примем звонок А потом вот здесь Такой вопрос Вопиющий Нужно обязательно ответить Алло Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер С праздниками С праздниками вас Могу я задать вопрос Отцу Феофану Да, пожалуйста Батюшка Вы знаете У меня есть Знакомая Которая занимается Гаданием Экстрасенсом Вот Ну Я не могу Вот ей объяснить Что это Ну не по-христиански Что это не должно быть Я не могу найти Для нее Слов Не могу достучаться До ее сердца Она Может Вы мне подскажете Какие-то слова Может быть Что-то Помолиться за нее Как-то С чем-то Как-то нужно Спасибо Госпожда Ну можно помолиться Вот многие берут Такое благословение Батюшка Да И читают Акафист иконе Прибавление ума Когда человек Неразумно ведет себя Неправильно Можно Помолиться перед этим образом Божьей Матерь Молебно заказать Ну и вторая икона Божьей Матери Через которую подается Вразумление Заблодшим Это взыскание Погибших Можно вот так вот Понести Такой молительный труд Какой-то из этих Святынь Сорокодневно Почитать Акафи Что касается Беседа с человеком Конечно Если человек Ангажирован Так настроен Как-то упорно Сложно что-то донести Но в то же время Наверное Можно взять Из священного писания Это не сложно найти Сейчас и много Православных Есть Таких Информационных Ресурсов И книг Есть цитаты Где в священном писании Бог запрещает Обращаться К колдунам К чародеям К магам Заниматься гаданием Вызывать духов И так далее И прямо из Библии Прочесть эти цитаты Если человек Верит Бога И худо-бедно Как-то признает Священное писание То значит Для него Это должно быть Неким аргументом Второй момент Надо сказать Что Церковь учит Что обращение Увлечение Подобными вещами Это есть Прямое обращение Бесовским силам Вот Что нет Никакой нейтральной силы Есть сила от Бога А есть сила от демонов И поэтому Кто увлекается Заговорами Экстрасенсорикой Гипнозом Там магией Чародейством Гаданиями Это все Прямая связь с демонами Ну и третий момент Вот я недавно Тут один человек Одни люди Попросили их родственника Навестить Психобольницы Психиатрическое Лечебница Я Ну редко там Бывал по каким-то делам Все в основном Связано с больными Вот я когда был Там в психбольнице Это масштабнейшее Там Такое Учреждение Там много корпусов И я с медсестрами Говорил с врачами И еще раз Я услышал то Ну о чем я в принципе Знал Так Со стороны Но еще раз Услышал подтверждение Из уст Тех людей Которые имеют Прямое отношение К лечению Вашинобольных Огромнейший идет Процент людей С серьезнейшими Порой необратимыми Психическими нарушениями Именно тех Кто Увлекался Или пользовался Услугами Оккультных сил Экстрасенсорика Магия Гипноз Чародейство Предсказания Гадания Лечение Заговорами Знахарство И так далее Все это Может дьявол Очень хитер Он может создать Видимость Какой-то Внешней такой Помощи Сиюминутной На самом деле В ответ От человека Потребует Такую жертву Которая Искалечит Всю его жизнь И погубит душу Поэтому Психобольница Наша Родина Переполнена Не только Родина Всего мира Переполнена Всеми теми Людьми Которые имели Причастность К подобным увлечениям И поэтому Как вот из песни Слова не выкинешь Так и тут Можно верить Не верить Сомневаться Удивляться Отрицать Но факт Есть факт Что те люди Которые увлекаются Этими вещами Они заканчивают Весьма плачевно И вот Можно узнать В тех же Лечебницах Психиатрических Огромное количество Подобных примеров Это реальная Действительность Если человек Не хочет Так пострадать То конечно Лучше вовремя Ему это прекратить Пресечь Обратиться К Богу Принести За все покаяние Но А самое страшное Даже не только То что человек При жизни Психически Получит Ростовство Это погибель Души Потому что Кто кому служит То только того Кажется и вечности Если человек В этой земной жизни Оказался в связи С темно-бесоцкими силами То и в вечности Демоны возьмут Его В свой плен В свою Сферу Вот так вот Поэтому Дай Бог И в разумлении Ну и молиться Святым Киприану Стине Киприан Который бросил Колдовство Совершил Такое величайшее Нарастый подвиг Святитель Несомненно Может и помочь Тем Кто Пошел По этому Ложному пути И увлекается Такими Душепагубными Страшными Демоническими Увлечениями Вот так вот Дай Бог В разумлении Спасибо Господи Батюшка А у Вас по субботам Так же читается Акафист Киприан Устин Кроме когда попадают Какие-то такие Зарядовые праздники Там обычно Все почти все дни в году Мы читаем Акафист Киприан Устин Выносим мощи Этих святых И люди приезжают И молятся Берут масло Берут воду Как бы Берут благословение Читать Акафист Я много раз Был свидетелем Во-первых Тех случаев Когда бы приезжали люди Которые Искренне каялись В подобных увлечениях В основном Это было Кто Колдуны Да Вот некоторые говорят Что колдунов нет Там Чародеев нет Но мне кажется Многие батюшки Не только я Наверное Там есть гораздо Более опытные Чем я И более Так сказать Знающие Сталкивались С своей практикой С тем Что были случаи Когда люди Увлекавшиеся Подобными вещами Потом осознавали Может быть Это не совсем Были закоренелые Колдуны Может быть Это люди Которые были Такие новоначальные Может как-то еще Но факт Есть факт Что неоднократно Бывают случаи Когда люди Приходили Приносить покаяние За то Что они Занимались вещами Которые запрещает Церковь Запрещает Господь Потому что это вещи Прямая связь с демонами Колдовство Чародейство Магия Знахарство И неоднократно Приходили Таких случаев Чаще Больше Когда люди Приходили Которые Обращались Подобным вещам Как бы ходили Пользоваться Услугами Экстрасенсов Магией Чародейством И потом Они обольстились Прошла Казалось бы Я никогда не забуду Я один раз Служил в городе В одном И вот приходит человек Прямо рыдал Рыдал Так тяжело И говорит Там Болела мать Значит И задыхалась У души Какое-то было И вот пошли К бабке Там лечиться Бабка там Наговорила Воду Еще там хлеба Потом просила Принести И говорит У души Прошло Мы так все Значит Обрадовались Значит Все вроде бы У нее Видимо Астма была Приступы все Прошли А потом Такие у нас Пошли сложности Там Зять стал Спиваться Там Внучку Из университета Исключили Племянник Попал под суд В семье До развода То есть Вся жизнь Пошла кувырком Это Страшные Последствия То есть Какая-то Темная Нечистая сила Вторглась Нашу семью И человек понял Что вот это все Последствия Обращения Колдуна Поэтому Колдуны Реально существуют Как и реально Существует Демон Отрицать колдунов Это все равно Что отрицать Темную Бесовскую силу Колдуны Чародеи Маги Это те люди Через которых Воздействуют Бесы на Людей Но надо помнить Что не каждому Они могут повредить Если человек Живет В покаянии В молитве В любви к Богу В исполнении Западей Божьих Полноценной Духовной жизни Молится Исповедует Спрещает Сходит в храм Живет В венчином браке Соблюдает Посты Творит Дела Милосердия Читает Евангелие Во всем Руководствуется Западами Божьими Такой человек Защищен И надежно Защищен От этих Бесовских сил Но в том Та и беда Что большинство Из нас Живут Весьма далеко От идеала Христианина Весьма далеко От тех норм Которым призывают Церковь И поэтому Многие люди И страдают От этих Колдовских Рисовских Воздействий Потому что Сел есть Не перекрестил Пищу Так ведь Ты же не знаешь Что там готовил Продавал Фасовал Там бывает И мат И проклятие Там бывает И что угодно Или взял Там вещи Передали Ребенку Вещи Какие-то Носить От кого-то Взял Не новые вещи Ну Не знаешь Кто там Эти вещи Как не перекрестил Может было бы Водой Святой Окрепить И так далее Вот многие Такие моменты Происходят Когда человек Там берет Что-то Делает Что-то Не думая Что это Может Дать Дьяволу Возможность Воздействовать На него И оказаться Уязвимым Перед темными Бесовскими силами Поэтому очень важно Жить духовной жизнью Быть верными Чадами Христовой Церкви Ну И конечно Ограждать себя Молитвенно Есть молитва Которая Традиционная Отрицаясь Тебе Сатана Всех дел Твое служение Твоим гордыни Твое Сочетаясь Тебе Христе Во имя Отца И Сына Святого Духа Аминь Пред выходом Из дома Перед всяким Таким делом Важно Вот это вот Про себя Молитву Чаще повторять Как бы Вот И Тогда Бог Будет хранить Ну и Молитвенной помощи При Анастине Убедился На очень действенную Поэтому Многие люди Разумно имеют Дом и их икону Этих святых Многие над ходом Держат Святому углу Держат Че и к утренним Вечерним молитвам Прибавляют Молитву Тем угодникам Божьим Она небольшая Эта молитвка И это как бы Защищает человека От таких вот Бесовских нападений Ну еще есть такая традиция Многие верующие Вот истинные верующие Ездят там Святые места К мощам святых Разные И берут масло святое И вот утром Перед тем Как начинать день свой Они помазывают лоб Голову свою Крестообразно Сохрани меня Господа От всякого зла Помоги мне Господи Течни дня Это масло святое Будь то собор Унеля Святых мощей Оно очень Помогает человеку А есть люди Которые масло наберут Многое И как-то его не используют А потом уже не знают Куда девать Много загустевают Приносят в храм Ну мы там сливаем Помазываем всех Все равно мы как бы Используем в храме Конечно Но все равно Можно было и дома Человеку использовать Как-то А он как-то так Не От маловерия Такой Как бы Цветы не есть А человек не использовал Он накопил Целый пакет масла Вот И не знает Куда деть Там уже Ну пошел в храм Вроде выкидывать нельзя А можно было это использовать Это была бы тебе помощь Защита Сохранения Потому что Через видимые предметы Действует невидимая Божественная благодать Вот так вот Поэтому нужно Хранить себя В чистоте От всякого зла От всякого греха Нужно бы Соблюдать то К чему призывает церковь Стараться жить так Какими хочет Видеть нас Господь Ну и прибегать К молитвенной помощи Царицы Небесной Стохугодников Особенно Киприан Это сохранить нас От темных бесовских сил Вот так вот Спасибо Господи Дорогой Батюшка Вот даже Шутя нельзя Гадать Сейчас же Святки И как бы Тоже традиции Такие языческие Я помню Был ребенком еще Ну это такой случай Так сказать Житейский Может быть Кого Не каждому Он будет Так сказать Понятен до конца А может Вот И в Ярославле У нас в Ярославле Много было родных В Ярославской области У меня там по матери Оттуда мы выходцы Там где сериал Мегоденова Где крест животворящий Три километра В нашей деревне Там у меня даже Бабушка пела Немножко до войны Великой Отечественной Вот И вот Я помню Такой был случай Там собрались подростки И Молодежь В Ярославле Вот Ну девушки Решили погадать Ради развлечения Так они взяли Блюдца Зажгли свечу И одна была девушка Она вроде Ей родные говорили Остальные были Как бы они Далеки от церкви Тогда Это был Год наверное В 1984 А у нее Семья была Все-таки Ближе Как бы к вере И они ей говорили Всегда Что смотри Это грех Даже ради развлечения Все-таки Нельзя шутить С темной силой Но она Как-то увлеклась Когда компания Еще как бывает Порыв какой-то Вот они заперлись Там в кухне Завесили Все И начали блюдца Крутить И там И потом вдруг Раз И свеча Была зажжена И свеча Погасла И вдруг Эта девушка Значит Как закричала Ойкнула И прям упала Они значит Туда-сюда Включили свет Вот И Она прям Бесчоз была Ну как-то стали водой Ее потом Холодной брызгой Все Она пришла в себя И смотрят У ней на лбу Вот как будто Ударить Вот если Тремя пальцами С размаху Три пальца Отразились Три пятна То есть вот Она знала Что гадать грех А ради развлечения Начала гадать И потом Она обращалась И к косметологам И туда И туда И не знаю Чем это закончилось Но Долгое время Она не могла От этого избавиться Вот я помню Это по детству Еще У нас приезжали В Ярославле Некоторые там Ну люди Кто там На лето Приезжал в деревню И вот такой случай Рассказали Вот к чему Может привести Даже такое Шуточное Увлечение Гаданием Поэтому лучше От этого Остранились Много есть развлечений Таких Безобидных Нейтральных Как бы Таких Да Можно Что угодно Хоть там Разные конкурсы Разные загадки Я вот допустим Прихожу в воинскую часть Там солдаты Будут спят В зале Начинаешь Спрашивать Какие загадки Что-то такое Назвать Города какие-то Или животных Или какие-то военные Победы Или там что-то еще Там Сморишь там Или дети Когда-то Как-то люди оживают Конечно Вот так вот Поэтому можно найти То что будет интересно Радостно И полезно И не в огрех И полезно Да Уже давно ждет Радиослушатель Дозвонился Алло Добрый вечер С праздником Здравствуйте С праздником Большое благословите Вот такой вопрос Вот мы с сыном заболели У нас не получилось Причаститься на Рождество А как нам Вот В святке Вот может быть Субботу Как подготовиться Причаститься Правильно было бы Все-таки Ипоста же нету Спасибо Господи Я устал Говоришь Что в святке Проститься нельзя Вот И Если я не ошибаюсь Серковное Священное начале Тоже Призывает Что В пасхальный Период И в святочный Период Чтобы люди Уже воздерживались От поста Потому что Это принижает Радость праздника И торжества Надо сказать Сразу Поговориться Что единого критерия Нету Такого Прямо сказать Четкого Делай так И так Разные есть традиции Но наверное Я не ошибусь Если скажу Что более Общепринятая Следующая традиция Если человек Причащается В святочные дни Специально Поститься Не надо Достаточно Накануне Не есть Только мясо И многие Воздерживаются От ужина А молоко Яйца Рыбу Можно вкусить Поэтому Скажем Можно выразиться Так Что частичное Воздержание В течение Одного дня От мяса И воздержаться От ужина Или от вечернего Кушения пищи И этого Достаточно Чтобы приступить К святым Христовым тайнам Святочные дни Потому что Радость праздника Она распространяется На все сферы Нашей жизни В том числе И подготовка к причинности Она облегчается Чтобы мы чувствовали Величие Вот этих святых дней Если вы так вот Подготовитесь То у вас не будет Греха Что вы чем-то Недостойно подготовлены К этому великому Таинству Которому человек Соединяется с Богом Тем более Что Господь смотрит На сердце человека Самое главное Обратить внимание Чтобы была вера И чтобы было Благоговение Побывает Смотришь Там причстился Человек Вышел из храма За оградой Закурил Закурил А ты можешь Хоть несколько часов Подержаться Есть ради чего Вышел причастен Ничего другого В жизни не бывает А бывает Смотри Человек там домой Пришел Родный Говорит Вот он там Скандал учинил Вот ты только сегодня Причстился Неужели хоть один день Нельзя воздержать себя Как в каких-то рамках Взять себя в руки Поэтому вот это тоже Важный момент Который некоторые Пускают Вычитывают все Там постятся строго Это похвально Правильно Но не менее важно Блюсти свое нравственное Как бы Состояние души Вот удаляться От всего Раздражения Зол Обид Там болтовни Постословия А то и будет И пост И в учитывании канонов Не все пойдет в пользу Даже наоборот Да У нас еще радиослушатели Звонимся Алло Добрый вечер Алло Добрый вечер Алло Добрый вечер Да Вы в эфире Говорите Пожалуйста Благодарите Батюшка Бог благословит Поздравить хотелось бы С Рождецом Христовым Так как еще Праздник Скажем Не окончен Ну да Святкин И хотелось бы Задать такой вопрос Увлекаюсь Рыбной ловлей И не грех ли Скажем так Просить Господа О удачном улове И не идет ли В разрезе Это там С церковным Уставом Там как-то Спасибо Господа Ну в рыбалке Греха нету Если я так Наверное Так надо ответить Что Если человек Из-за рыбалки Не успевает Читать Евангелие Не успевает Молиться Там утром Вечером Не успевает Храм пойти Не успевает Добрые дела Какие-то сделать Даже родным Уделить внимание То такая рыбалка Конечно Будет не в пользу А если человек Успевает Жить полноценной Духовной жизнью И ради отдыха Бывать на рыбалке То в этом Предосудительного Ничего нет Потому что Даже через рыбалку Бог приводит Людей Порой К вере Я вот никогда Не забуду Такой был случай Тоже у меня Была деревня Один был человек Такой Он значит Не особо был верующий Многие есть люди Которых Не назовешь Неверующими Но в то же время У них какой-то Такой нигилизм Бравада Такой гонор И он все говорил Ну где вот Бог Мы же не видим Какой вот Бог Как так Я что мог Ему говорил А он любил Ловить рыбу У нас там пруд И караси И он говорит Выходит Судочка И мне говорит Ну если Есть Бог Пусть он мне подаст Такую рыбу Какую я никогда Не ловил Ну я что скажешь Я уже Так вот Ничего не сказал И вдруг он приходит И молчит Уже не говорит Ничего Что там Бог Может и нет его Молчит И как так тихо Такой тихий стал Я думаю Что А потом я смотрю А рыбы были в корзине Там мы вершили Корзина Такая огромная рыбина Лежит Как карась У нас такие Никогда не водились Отродясь У нас маленькие Карасики там были В этом пруду Такая рыба Которая Непривычна Для наших прудов И видимо Вот Бог Даже вот Вот так вот Пошел навстречу Человеку И он как-то Раз-раз Перестал Я не скажу Что он прям Начал в храм ходить Там или молиться Но вот это Задумался Задумался Все у него Вот этот гонор Такой неразумный Он куда-то Испарился Вот так вот Поэтому Ну наверное Молиться О рыбной ловле Допустим И даже есть Православная традиция Если я не ошибаюсь Преподобный Семен Верхотурский Покровитель рыбаков Вот И он и сам Ловил рыбу При жизни Поэтому можно Молиться Ну как сказать Опять же Надо выбирать Приоритеты Если человек Не успевает Молиться О прощении Своих грехов Если человек Не успевает Молиться О Даровании И спасении Если человек Не успевает Молиться О том Чтобы приобрести Христианские Добродетели Если человек Не успевает Молиться Чтобы изжить В себе Какие-то Греховные Недостатки А молиться О том Чтобы больше Поймать рыбы То это будет Не совсем разумно А если человек Успевает Молиться О более значимых Таких духовных Вопросах Как бы Жизненных То наверное Можно и помолиться Чтобы Бог Подал рыбу Потому что Худового В этом нет Вот так вот Спасибо Господи К нам еще Дозвонились Алло Добрый вечер С праздниками Говорите Вы в эфире С праздником Батюшка А вот Сейчас Святочные дни Обязательно читать Каноны Последования И молитвы Через присядни Ну По крайней мере Святочные дни Это не отменяется Поэтому Я думаю Что более правильно Будет читать Конечно Если тяжело За один день Можно в течение Двух дней Трех дней Даже там Большего периода Понемножечку Каждый день Можно читать Есть такие люди Которые немощные Которых слабоват Глаза Оно на диске Могут прослушивать Греха в этом нету Бывает Конечно Не стоит Все время Пользоваться диском Если есть возможность Читать Но когда человек Чрезмерно устал Или там Вот бывает Куда-то едем А завтра служить надо Но как вот Дороги вычитаешь Ну Прослушаем по диску Правила молитвенных Причастия Это уже как исключение Вот так вот Но читать надо Все-таки Это православная традиция И если Если отменить Это чтение Это конечно Будет не пользу Человек потеряет И благоговение По ощущению Важности Вот этого события Да И вот Ну Дай Бог Должным образом Готовится Я сразу Пока время нам позволяет Братья и сестры Хотел еще Сказать буквально Несколько слов В это воскресенье У нас был престол Память иконы Трех радостей У нас есть В воинском храме Суфринской бригады Уникальный предел По областной Нашей митрополит Иминали Созданный Единичным В России В честь трех радостей Есть чтение икона В честь которой Многие люди Получают помощь Много людей приезжало Я очень был рад Что Были и слушатели Радони же И мы записываем Чудеса от этой иконы Вот Она у нас была Несколько лет в Чечне И та командировка Когда эта икона Прибывала в Часовне На Кавказе Была наиболее Самая благополучная По наименьшему Количество потерь Боевых И все Во всем ощущалось Заступничество Божьей Матери Но праздновалась Еще и память Иконы Милостивой И Остробрамской И Остробрамской И еще была икона Ее в календаре нет Но она есть Как бы Как неосночтимая Афонская Успокоительница Тоже у нас есть Образ Успокоительница А почему я вспомнил Про икону Милостивой Многие из вас знают Что в Москве Есть удивительное Такое древнейшее Место Особое святыня Зачатевский монастырь И вот там находится Чудотворный образ Есть хлебенная Икона Соловков Есть пюхтицкая Икона Вот И многие другие Есть песчанская Икона С Харькова В нашем храме воинском И вот я написал Матушке Игумене Зачатевского монастыря Письмо С просьбой Чтобы нам Сделали список Вот этой Милостивой иконы И монастырь С огромной радостью Откликнулся И так торжественно Приняли нас Специально Служили Молебен Поливали Чудотворную икону Водой И эта вода Стекала на доску На которой Теперь для нас Написали икону И вот нас приглашают А я в свою очередь Приглашаю всех вас В этот четверг В 17 часах Зачатевский монастырь Города Москвы Если не ошибаюсь Это метро Кропоткинска Недалеко от храма Христа Спасителя И там будет Торжественная служба Акафист Икони Милостивой И нам Сопринской бригаде Нашей Будет передан Список Чудотворного Первообраза Будет торжественная Передача Это будет 12 числа Предстоящий четверг В 17 часов вечера В Зачатевском монастыре Города Москвы Поэтому буду рад Если кто-то из вас Разделит с нами Радость Вот этого молительного Предстояния Такой величайшей Православной Святыни И военнослужащие Приедут Очень хочу взять Вы приятенники Думаю да Конечно Если команда не одобрит То я с радостью приеду А вы Леонид Я всегда с батюшкой Хотя бы небольшое количество Помногу не дают Сложнее Сейчас стало Надо одеть Особую форму Транспорт Разрешение Все не так просто Но Несколько человек Я привезу Может быть даже Кого-то из руководства Чести Хорошо Может быть удастся так Хорошо Я тоже постараюсь быть Это 12 декабря К пяти вечера Да Января Бачка К нам снова дозвонились Алло Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Хотел бы задать Вопрос такой Знаете Как-то в доме Стало неспокойно Ну Какие-то шорохи Стуки постоянные Притом я уверен Что в доме Нахожусь я один То есть Ни из родных Никого нету Ни животных Нет никого У меня Вот То тени какие-то Ну Периферическим зрением Вижу Как будто Пройдет Промелькнется Что-то Ну Стучит Шуршит Что-то Непонятное Ну Я уверен Что я один Дома Нахожусь Что делать Мне вот Женщина Одна Посоветовала Пожелаю Что Дом вообще Освещен должен быть Я не знаю Как это проводится Или нет Как бы Квартира старая Спасибо Господи Да Ну конечно Наверное В первую очередь Следует обратиться К священнослужителю С просьбой Чтобы он Освятил дом И Обычно В требнике Есть такая молитва Когда Храм Храм То есть дом Страждет От злых духов То есть И батюшка В праве Эту молитву Прочесть Прибавив Ее к чину Освящения Поэтому Наверное Будет оправдано Не только попросить Священника Освятить жилье Но и Прочесть Вот эту молитву Чтобы дом Избавить От нападений Темных Бесовских сил Ну и конечно Следует Пересмотреть Свою жизнь И свое жилище Часто бывает так Что человек Имеет какие-то Нераскаянные грехи И До тех пор Пока он не покается У него В жизни могут Происходить Какие-то вещи Смущающие Отягощающие Его В частности Я вот Помню Исповедовал Женщину Одну И она умерла Уже давно И когда я ее Исповедовал Она рассказала Значит что Часто в доме Стоны Стоны Она говорит И вроде бы Она была Меняемой Психикой И все Но когда она назвала Количество абортов Я как-то ужаснулся Такое Страшное Количество абортов Она же сделала И вот Ну я как-то Попытался найти Такие слова Чтобы пробудить Ее к покаянию Чтобы она Не пробудила Она уже больная Была Как бы Те же трудно Вставала Но В конечном итоге Смотрю Она даже заплакала Как бы Чувствуя Ужас этого греха Убийства В утробе Собственных детей Вот И вот После того Как она Пронесла Покаяния У нее Вот эти Вот страшные Такие Проявления Стонов Какого-то Плача Они прошли Вот так вот Поэтому видим Вот этот Нераскаянный грех Огромное Количество Убийства Детей В утробе Приведу К тому Что душа Этих детей Вот это Само пространство Где она жила Все это Дышало Вот этой Горечью Болью И она Слышала стоны Другой Другой момент На который Стоит обратить Внимание Нет ли дома Каких-то Неподобающих В духовном плане Может быть Что-то такое Что значит Несет человеку Бесовское воздействие Я помню В городе Пушкино Улица Национовская Такая Как-то много лет назад Позвали освещать дом И тоже жаловались люди Значит Что у них дома То шумы То кашляет Кто-то То как старик Вот хрипит Какой-то И какие-то стали тревоги Все стали нервные Вот Как-то все Самое главное На семье пропала радость Все как-то Как у всех Какое-то было Внутреннее томление Вот Ну я стал освещать Была со мной Одна помощница Уже покойная Теперь Вот И вдруг Я значит Когда Стал ходить И поворачиваясь К шкафу Книжному И надо мной Лопнула лампочка Прямо Раз Такого даже Как будто Как взорвалась Электрическая лампочка Ну Стекла Стали собирать Я смотрю В шкафу Стоят книги Китайской философии Магии Магия И стоят Такие сувениры Где какие-то Оказывается Это иероглифы Которые В этих восточных странах Вешают на стену Ну Для счастья Для удачи То есть Призывания Неких духов Таких вот Которые Которые Подразумевают Эта религия Вера в этих духов Вот Восточные учения На самом деле Это бесы Как бы Вот И я сказал Семье Что вы комнату Дом наполнили Такими вещами Которые дают Возможность Демонам Вторгаться В ваше жилище Поэтому Значит У вас И такие вещи Происходят В первую очередь Иначе Если вы это Не удалите Из дома Вам не поможет Освящение Хоть пятерых Священников Пригласите Если вы Дома Держите вещи Которые решают Благодать и все жилище Ну и как-то Постепенно Дошло до них Они удалили И потом Раз все Выправилось Дом Поэтому Надо посмотреть Нет ли чего-то Такого Что может Оказывать Неблаготворно Духовно Неблаготворное Возвестие На ваш дом Ну и конечно Освятите Прочесть молитву От бесовских сил И постарайтесь Упорядочить Свою духовную жизнь Чтобы было Постоянство Молитвы И исповеди Причастия Ну и я пользуюсь Слушаем Братья и сестры Еще буквально минуту Займу ваше внимание Объявлением о том Что вот завтра Память святых мучеников И флиемских младенцев Это первые мученики За Христа Мы видим В каких же условиях Родился Господь Как он смирил себя Родился Не в палатах Богатах А в пещере Среди скота И уже с первых дней Его рождения Ему пришлось терпеть Гонения и скорби И Сарирот Придал указ Убивать всех младенцев До двух лет За Христа И было убито 14 тысяч детей Их мощи до сих пор Находятся в Ифриеме И к молитвенной помощи Святых мучеников Ифриемских младенцев Особенно прибегают Семьи делавшие аборты Я вот помню случай Я где-то читал Как одна женщина После того Как пришла к вере Очень раскаивалась О грехе аборта И все время плакала И однажды Ей было явление Ангела Который говорит ей Проси молитвенной помощи Ифриемских младенцев Ибо они первые Мученики за Христа Помогают и матерям Убившим Замучившим Утробе своих чад И она стала молиться Ифриемским младенцам И вдруг она стала чувствовать Некое облегчение А потом во сне увидела Как множество маленьких детей Радостных И кланяется Она поняла Что эти дети Они получили утешение И вот мы У нас есть мощи Мы тоже выносим их Раз в месяц Читаем о кафе Жен загубивших младенцев И мы сделали Муранов На источнике Некоторые из вас были В парке детей Беслана Сделали небольшую часовню Храм По областной нашей владыке Митрополита В честь Ифриемских младенцев Это завтра мы с утра С полдевятого Служим литургию В воинском храме Вашукино Совренской бригаде А потом Полдиннадцатого Проедем туда Данный муранский источник И совершим Первый молебен В этом небольшом храме К часовне Приемских младенцев Мы помолимся Там конечно О прощении Греха и аборта Тех людей Которые совершили Это страшное злодеяние И завтрашний день Нам обещали С одного святого места Привезти Такую святыню Часть яслей Господа Иисуса Христа Ясли сохранили До сих пор Но это Маленькая частица Как бы И она у нас будет Прибывать на службе В воинском храме Поэтому кто пожелает Приезжайте Я вот телефон продиктую Помощникам его отца Георгия Если вдруг Надо будет что-то узнать 8-916-108-25-79 А проезд к нам С Сирославского вокзала До станции Шукино Далее Десять минут До улицы Лесная Где храм Александра Невского Завтра там будет служба В честь Святых Мурщиков Фриемских младенцев Будет мощи Фриемских младенцев И частицы Ислей Колыбели Господа Иисуса Христа На всякий случай Телефон помощника Моего отца Георгия Если кто не записал Запишите 8-916-108-25-79 Поэтому будем благодарны Всем вам А может быть Кто-то захочет И помочь на этот храм Потому что там еще нет утвари Там еще нет толком Достойного Такого вранства Поэтому может быть Кто-то откликнется Так как не все еще доделано Особенно ради покаяния За грехи аборта Кто-то поможет Созидание храма Фриемских младенцев Будем очень-очень рады Спасибо Господи Мы еще на один звонок Ответим А потом Помолиться нужно Конечно Алло Добрый вечер Да я быстренько Дорогой батюшка С Рождеством Крестовым Вас Ваши кто Вот Сопровождающих И все в студии Вот мы были У вас 24 августа В 2014 году Вы подарили икону Успокоительнице И сказали Что один раз в году Она открывает глазки Она все время перед нами А вопрос такой Поскольку вы Неоднократно были На горячих точках И как священник Скажите пожалуйста Тот кто служил В спецназе Которого убивали Виноватых Невиноватых Как они все-таки Считаются Миротворцы Освободители Или все-таки Они убийцы Ну я думаю Что те кто Выполнял Воинский долг Вот Они На военных действиях Совершая убийства Никогда Наши по крайней мере Воины Защитники Отечества Никого не убивали Неповинных С целью Как-то С самоцелью Чтобы убить человека В основном Убивали Как правило Убивали врагов Убивали Тех людей Которые делали зло Но возможно Возможно Кто-то мог погибнуть И невинный Но преднамеренного Убийства Невинных людей Тем более Воинными Спецназовцами Я как бы Никогда с этим Не сталкивался Чтобы вот кто-то Из воинов Спецназовцев Это надо быть Уже таким Наверное Зверевшим Таким Человеком Уподобившемуся Демону Который Жаждет крови И который На военных действиях Будет убивать Ни в чем Неповинных людей Поэтому Конечно Наши воины Это защитники Отечества Которые Скорняли зло И которые На своей жизни Исполнили Евангельские слова Господа Иисуса Христа Нет больше любви Если кто Жизнь свою Положит за друзей Своих Поэтому намеренно Неповинных людей Никто не убивал А если случайно Кто-то погиб То это Наверное Поневидение Если и были Такие случаи Хотя я с этим Не сталкивался Дорогой батюшка Давайте мы сейчас Помолимся О наших жертвователях Спаси вас Господи Дорогие братья и сестры Не забывайте Радио Радонеж Держится только Вами Вы можете Перечислить деньги Сюда Какое-то пожертвование Или принести Прямо Кто живет в Москве Пятницкая 25 Строение 1 С 12 до 6 Здесь всегда Кто-нибудь есть Кому вы можете Оставить пожертвование Здравия и спасения Раба Божьих Архимандрита Павлова Архимандрита Димитрия И болящих Евгения Виктора Николая Виктора Димитрия Ольги Геннадия Евгения Наталья Вадима Алексея Антонина Петра Елены Андрея Ирина Сочадами Валентины Игоря Любови Ларисы Татьяны Екатерины Сочадами Александра Валентины Валентины Веры Алексея Болящих Младенцев Марка Протерия Александра Сочады Монахин Неонила Сестрами Анна Михаила Мария Ольги Ташкоболящая Наталья Елены Людмила Любови Людмила Галина Николая Николай Евгения Александра Максима Нина Владимир Елена Галина Галина Ольги Людмилы Николая Николая Лариса Ксении Патине Михаила Ольги Марина Траковица Любови Помоги Господи И вот О покоении Батюшка Давайте мы Помянем В самолете Разбившихся Который в Сирию Летел Валерия С братьями Ансамбль Александра Так жаль Они ведь у нас Выступали Да Я знаю Я тоже Я с ним Четыре концерта Провела с ними Очень такие чистые люди Наталья Александра Никита Нина Сергия Валерия Аркадия Владимир Александр Владимир Людмила Евгения Георгия Льва Анна Анна Владимир Нина Виктора Архимандрита Петра Василия Евгения Вера Петра Евдокия Тихона Анна Ольги Таисия Надежды Александра Валерия Бориса Василия Галина Мария Валентина Любови Анны Лидии Анастасии Алексея Александра Царство Небесное Вечное покое Подай Господи Как приятно Вот ваши спутники Солдаты Молятся Ребята У них молитва сильная Потому что молодые К нам дозвонились Мы успеем ответить Да Конечно Алло Добрый вечер Да Здравствуйте Я Извините Конечно Я хотел бы Отсустья Афану Задать вопрос Пожалуйста Батюшка Скажите Пожалуйста Вот Приближается Праздник Крещения Господне И вот Мы хотели бы Со своей семьей Приехать В купальне В этот раз Окунуться в купальнях Которые у вас На приходе Говорят Что вот В Муранове Такая купальня Там парк Детей Беслана И вообще Там такая Обстановка Хорошая А вот Есть ли такие Условия Чтобы там Немножечко Согреться После Дети Со мной будут Спасибо Господи За вопрос Да Ну вот Сейчас Вот там У нас На источнике Муранова Матушка Александра Монахин Александр Она очень заботится Чтобы люди могли Не только погрузиться Но и зайти в теплое помещение Попить чаю Там как-то может быть Покушать что-то Вот поэтому Я думаю Что такие условия Есть Потому что ясно Что многие Приехали издалека У нас У нас не одна купальня У нас Вообще На каждом Нашем объекте Даже в воинской части Есть родники Источники Не все они оборудованы Но в частности Деревня Артемова Где у нас Страстной храм Есть купальня На источнике Севастийских мучеников Даже несколько купальн И в деревне Данилова Где было Подворье Чудово-Кафедрального Монастыря Это середина Между Артемова И Муранова Тоже есть На источнике Данилова Московского Купальня Оборудованы Где можно Погрузиться И после чего Можно погреться Поэтому Братья и сестры Кто из вас пожелает Ну и конечно Муранова Само собой Есть мужская Женская купальня Много раз Я был свидетелем Когда люди Погружались Бесплодные Рождаются дети Экология Проходит кожные заболевания Пока же Как воля Божья Но тем не менее Таких случаев множество Которые я Сам реально видел И слышал от людей Поэтому приезжайте Особенно в крещенские дни Когда вся природа Приобретает Вода в природе Приобретает Благодатные свойства И поэтому Я думаю Что и вам Погрушение будет Во здравие Души и тела Пока у нас Есть еще буквально Минута Хотелось объявить О том Что у нас В это воскресенье По память Преподобного Серафима Саровского И мы В Мурановский храм Привезем Часть мощей Преподобного Серафима Саровского И воинский Вашукина Тоже привезем Часть мощей Преподобного Серафима Саровского И в обоих храмах С восьми утра Будут часы Полдевятого Литургии А в десять часов Молебная Кафистая Но в этот же день Как раз В связи с праздниками Крещения У нас будет Освящение Новой купальни Мы в Мураново Сделали еще Одну масштабнейшую Купальню Большую Я думаю Всем она Понравится Выложена Плиткой Специально удобная Теплая Хорошая Вот в это воскресенье После литургии В двенадцать часов Мы все Мураново На источнике Пятнадцатого Января В день памяти Преподобного Серафима Саровского Соберемся И будет Торжественное Освящение Новоотстроенной Новосооруженной Купальни Буду рад видеть Всех вас И на службах Наших храмах И воинской Машукина Александра Невского Сорновской бригады И Мураново Спасском храме Ну а Еще раз Обращаю к вам Просьбу Кто захочет Помочь Мы объезжаем Сейчас у солдата Воинской части Очень много По пять По шесть В день Буквально До сутра До вечера Вдруг кто-то Поможет Собрать подарки Ребятам Чтобы они Чувствовали заботу О них Всех нас Верующих Ручки Тетради Паста Зубные щетки Станки Шоколад Конфеты Машинки Шашки Шахматы Гитары Очень будем рады Кто поможет Подарками Ну еще у нас Просьба Воинская часть Державный храм Карнизон Софрин-1 Воздушекосмические силы Вот откуда Наш воин Леонид Хотим отлить колокол Будет 55 лет Дивизии нашей Которая обороняет Москву от противоракетных Нападений Очень хотим Отлить колокол Может быть Кто-то из вас Откликнется По сильной жертве Я вам сообщу Телефон помощника Николай Сунгаев 8 962 958 3013 Это мой помощник Многие из вас Его знают Многие помогали Я пользуюсь случаем Всех вас сердечно Благодарю Дай Бог Чтобы воздалось Тарицу Его номер Моего помощника 8 962 958 3013 Кто может Помогите на колокол Божьей помощи вам Здоровья, сил И конечно Рождественской радости Духовной радости И спасения души Батюшка Я очень благодарна вам Дорогие слушатели С нами был Игумен Феофан Замезов Военный священник И замечательные Воины молодые С ним были Вместе Леонид Коншин И Никита Рачков 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 Рачков, да Вы уже стали Лефрейтором Я благодарю вас Всех, кто был с нами Всего доброго Храни Господь Со святками И до новых встреч Воlehк Всего доброго Всего доброго Продолжение следует...